В этом году на острове Русский благоустроили более 4 километров велодорожки, которая соединилась с уже действующей на мысе Ахлёстышева. Эксперт по транспортной инфраструктуре из Уфы оценил новую велодорожку. Свой путь до Владивостока Семён Кучеров начал из Санкт-Петербурга. Хорошего это вот, что едем, движение не мешает, да, то есть мы едем по выделенной велодорожке, безопасно, довольно. С другой стороны, есть вот пару участков, когда надо проезжую часть пересекать, там, конечно, надо по правилам спешиваться, переходить, рядом велосипед. Поэтому я бы тут рекомендовал сделать велопереезды, если получится, по классу дороги. Тут ещё надо уточнять. Поэтому тут плюсов всё-таки больше, потому что мы на острове, на природе, мне понравилось прокатиться именно по выделенной дорожке, потому что весь свой путь до Владивостока, я ехал по трассам, и тут как бы немножко поспокойнее. Эксперты также отмечают необходимость в дальнейшем развитии сети велодорожек на острове. По словам начальника управления городской среды, уже запланированы к реализации несколько этапов. В текущем году мы благоустроили более 4 километров велодорожки, соединив существующую велодорожку на пляже Охлёстышево с кампусом ТВФО. Сейчас ведётся приёмка выполненных работ, все выявленные недочёты, подрядчик будет устранять. В последующие годы планируем реализовать также веломаршрут по острову Русский, продлить велодорожку и в сторону канала, и в сторону университетского проспекта, и также будет часть велодорожки реализована на Охлёстышево. Отметим, что строительство велодорожки стало возможным благодаря средствам специального казначейского кредита, предоставленного Приморскому краю для реализации крупных инфраструктурных объектов. Проект реализуется в рамках мастер-плана развития Владивостока по инициативе главы города Константина Шестакова. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.